Новости с юга области. Котловский драматический театр побывал на гастролях в Сыктывкаре. Выступили артисты очень успешно, зрители кричали «браво» и аплодировали стоя. Даже желтая пресса отозвалась положительно. С подробностями Юлия Майданова. Театр должен гастролировать, считают труппа Котловского драматического, чтобы почувствовать другого зрителя и другую атмосферу. В Республику Коми артисты взяли три постановки. Трагикомедию Федора Достоевского «Дядюшкин сон» в интерпретации режиссера Вячеслава Гунина и два спектакля режиссера Натальи Шибаловой. Комедию Кена Людвига «Примадонны» и детскую сказку «Как Настенька чуть кикиморой не стала» по пьесе Владимира Илюхова. Все спектакли прошли с успехом. Это уже можно совершенно точно говорить. Потому что люди вставали в конце, аплодировали, кричали «браво», дарили цветы. В общем, все показатели успеха были налицо и очень-очень хорошие отзывы. Для наших артистов такой прием особенно ценен. Ведь жители Сыктывкара – искушенные театральные зрители. На 220 тысяч человек, проживающих в республиканском центре, приходится 4 театра. Гастроли прошли с успехом. Мы очень удивились, потому что так называемый «мертвый сезон». Это июль месяц, но тем не менее народу было очень много. Мы получили восторженные отзывы и от зрителей, и, соответственно, на телевидении, в прессе. Причем даже такие издания, которые, ну скажем так, несколько желтой направленности, что ли, очень хорошо отозвались. 22 августа, в день Республики Коми, Республиканский театр приедет в Котлас с ответным визитом. Гости покажут детский спектакль «Лисенок плод» и вечерний «Гузи до мези». Что примечательно, взрослая постановка будет представлена на языке Коми. А Котласская труппа продолжит гастроли уже по нашему региону. И 22 сентября примет участие в театральном фестивале «Родниковое слово», который пройдет в Архангельске. Юлия Майданова, Алексей Вачек, Новости 24, Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова